МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-моему, кто-то опять зачитался. Вот ты о чём думаешь? Нам уже программу надо начинать. Откуда я знаю, о чём я думаю? Вот скажу, тогда узнаю. Понятно. Так мыслить может только одна девочка в мире. Это точно не ты. Это Алиса. Действительно, это Алиса. Сегодня вспоминаем приключения Алисы и узнаём кулинарные традиции доброй старой Англии. Здравствуйте. Привет всем, кто любит много читать и вкусно готовить. В эфире программа «Вкусное чтиво». Так и что же мы будем сегодня готовить? Вот я не помню у Кэролла каких-то кулинарных изысков. Ну, изыски при желании можно найти даже в самом простом. Если внимательно читать книгу, а точнее книги, то самые вкусные блюда можно найти даже между строк. Да уж, наш девиз – включай фантазию. Итак, у нас сегодня Алиса в стране чудес и Алиса в зазеркали. А на столе, что у нас будет страшно представить? Гороховый суп настоящий, английский пудинг и сэндвичи. Представляете, их, оказывается, тоже придумали в Англии. Здорово. Очень хочется уже начать все это готовить, а также обсудить, как же это все делали в доброй старой Англии. А поможет нам сегодня готовить наш партнер – торговая марка Янта. Кетчупы, майонезы различные, хрен, горчица. В общем, все аджика. Аджика – самое-самое вкусное. Ваши блюда будут вкуснее с продукцией торговой марки Янта. Сегодня мы узнаем о кулинарных традициях Туманного Альбиона и приготовим традиционный английский суп – гороховый с копченостями. Именно такой суп описывал Льюис Кэролл в своем стихотворении, из чего мы сделали вывод, что этот рецепт применяла кухарка из книжки Алиса в «Стране чудес». Ну, та самая, которая швырялась перцем. Кроме того, мы приготовим один из знаменитых английских пудингов. В нашем случае это будет хемпширский пудинг с яблоками. Вполне возможно, именно тот самый, с которым Алиса познакомилась. Во время своего второго путешествия в Зазеркалье. А также порадуем шляпника и мартовского зайца разнообразными сэндвичами, чудесным изобретением графа сэндвича. Гороховый суп, сэндвичи, пудинг. Как это по-английски? С чего же мы начнем все-таки? А начнем, как всегда, с книжки. Потому что вдохновение прежде всего. Давай вспомним, где же упоминается суп в книге известного английского писателя, философа, математика Льюиса Кэролла. Итак, Алиса уже побежала вслед за белым кроликом, провалилась в нору, несколько раз уменьшалась, увеличивалась. От еды, между прочим, уменьшалась, увеличивалась. Вот съест чего-нибудь, вырастет, выпьет чего-нибудь, уменьшится. И гриб уже попробовала с гусеницей вместе. Ага, я тебе вот скажу, не одна Алиса от еды увеличивает. Так, ты меня вот не путай, пожалуйста, не путай. Итак, Алиса уменьшилась, увеличилась, прибежала, оказалась перед маленьким домиком, который был с нее ростом. Она откусила кусочек от гриба, стала уменьшаться, 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 примерно стала ростом с кошку и начала стучаться в домик. Компанию ей составили лягушка и карась, лакей и швейцар. Она решительно распахнула дверь и вошла. Дверь открывалась прямо в большую кухню. Там стоял дым коромыслом. Посреди на трехногой табуретке сидела герцогиня и качала на коленях младенца. Повариха, согнувшись над плитой, что-то помешивала в большой кастрюле. Алисе показалось, что там варится суп. Хотел бы я знать, как Алиса догадалась, что это герцогиня. Впрочем, в те времена герцогини встречались гораздо чаще, и Алисе стало быть виднее. «И чьи! В этом супе чьи! Слишком много перцу!» С трудом подумала Алиса. Так она расчихалась в первую же минуту, как вошла. Перцу действительно было слишком много, если и не в супе, то во всей кухне. Герцогиня и та чихала довольно регулярно, а младенец вообще не делал перерывов. Он либо чихал, либо ревел и переставал реветь только для того, чтобы чихнуть. И наоборот, во всей кухне не чихали только двое – сама повариха и большущий кот. Он лежал у печки и улыбался во весь рот. Итак, сейчас мы вам объясним, почему, собственно, мы выбрали именно гороховый суп. Ну, потому что есть стихотворение Рьюиса Кэрролла, и стихотворение, в котором упоминается суп, и там дословно суп, он богат и зелен. Да, именно вот в этом стихотворении «Бьютифул суп», прекрасный, чудесный суп, Кэрла возглавляет такое значимое для англичан блюдо. Известно, что уже в средние века супы и бульоны появились на столе у жителей Соединенного Королевства. Причем суп служил как пищей и для бедняков, и дополнением к различным блюдам в домах богатых англичан. Да, со временем супы становились все разнообразнее, рецептов все больше, и уже появились супы на любой, пожалуй, вкус и цвет. К тому же, вот в Британии, на британских островах погода вообще располагает вот сесть так уютненько за тарелочкой супчика, чтобы тебя стекло отгораживало от всего, что творится. Да, съесть и задремать супчик. И даже одна английская писательница говорила о том, что нужно англичанину, кроме тарелки горячего супа. Это, кстати, очень характерно и для русской кухни, потому что нет ничего вкуснее, чем съесть тарелку горячего супа, когда за окном творится не весь что. Да, но для русского человека все-таки суп больше ассоциируется с полуденной пищей. А вот англичане привыкли подавать супы к 7-8 часам вечера, потому что для них это для нас основное блюдо, а для них не основное, для них это только прелюдия к основному блюду. Из значительного списка распространенных в Британии супов, конечно, очень популярны супы пюре, также холодные супы, супы рагу. В общем, в принципе, то же самое, что и в России, наверное. Ну вот в стихотворении Кэрролла ничего о таких супах, о холодных, рагу, пюре, ничего не говорится. Говорится только то, что он богат и зелен. И зелен, грин суп, да. Поэтому, собственно, мы и решили, что это будет гороховый суп, который, в общем-то, очень популярен и в России. Тем не менее, в Англии, почему еще называют его, как бы вот этот гороховый суп, он ассоциируется с английским смогом, который был в Лондоне до середины 50-х годов прошлого века. И даже сейчас иногда еще англичане вот свой смог, который у них появляется, называют гороховым супом. А, нет, глиноватый суп гороховый, нет, посмотри в окно. Да, серый, зеленоватый какой-то остенный, хотя у нас горошек желтенький. У нас будет желтый смог. Будем готовить настоящий гороховый суп английский. Английский гороховый суп. Горох сухой – один стакан. Картофель – два-три штуки. Мясные копчености – 300-500 граммов. Лук репчатый – одна штука. Морковь – одна штука. Зелень – соль. Перец для сухариков. Белый или черный хлеб. Растительное масло. Итак, горох мы предварительно, конечно же, замочили, как вы догадались. И он у нас, в принципе, уже готов к приготовлению. Мы его сейчас ставим вариться. Причем варить, скорее всего, мы его будем меньше, чем час, как написано в рецепте. Потому что сейчас такие сорта гороха, вот половинками, что они быстро варятся. Очень быстро. Ну, а пока наш горох будет вариться, мы будем пассеровать овощи. Я думаю, так. И сухарики сделаем. И сухарики готовятся. Да, и потом, когда горох сварится, почти до полугодовности, добавим туда копчености, добавим овощи, добавим зелень. Будем варить, варить и варить. Основательно будем варить, потому что я, например, люблю, когда горох и картошка разварены в супе. Да, я тоже очень люблю, чтобы не были разварены. Ну, а уже, когда суп будет готов, только тогда добавим в него сухарики. В общем-то, и все очень просто. Начнем, давай. Итак, горох у нас вот-вот закипит, копчености порезаны, овощи пассерованы, сухарики в духовке, и мы можем заняться приготовлением пудинга. Да, какая прелесть. Помнишь, мы уже однажды с тобой готовили пудинг рождественский. О, это был такой оригинальный рецепт из сухого хлебушка. Страшное дело. И мы его даже пытались поджигать и даже подожгли. В буквальном смысле страшное дело. Это было очень весело. Мы просто тебе доверяем больше, чем себе, понимаешь, вот тебе соломка, вот Наташа уже все полила. Давай, давай, давай. Ну, попробуй. Нам потом это есть. Рискнем. Разбегайтесь. Ну, как они его поджигали, чтобы он горел. Давай, Рома, добавим, Рома. Не жалеем. О! Ну, примерно так, да? Как-то так. Не ясно, но горел. На самом деле, англичане пудинги готовят не только по праздникам, не только в Рождество. Пудинги могут быть вполне повседневными. Это такие пудинки, пудинги из того, что осталось вчера с ужина. То, что такое бывает, как в нормальной русской семье. Англичане тоже, в общем, им это не чуждо. А могут быть и праздничные пудинги настоящие. Вот Алиса, к примеру, пудинг встретила, когда сама стала королевой. Наверняка он праздничный был. Ну, наверное, он был праздничный, да. Да, и она познакомилась с ним, а до этого она еще познакомилась с бараньим боком, что, в общем-то, потом привело к тому, что есть она его уже не смогла. Так что знакомство с пудингом потребовало от нее определенного мужества. Я не хочу знакомиться с пудингом, быстро сказала Алиса. А то так мы вообще не пообедаем. Отрезать вам по кусочку. Но черная королева посмотрела из-под лобья и произнесла «Знакомьтесь, пудинг, это Алиса. Алиса, это пудинг. Унесите пудинг». И слуги тотчас же схватили пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться. Впрочем, почему-то одна черная королева здесь распоряжается, подумала она и, решив посмотреть, что получится, крикнула «Слуги, принесите пудинг!» И тут же, словно по мановению волшебной палочки фокусника, пудинг снова оказался перед ней. Он был такой огромный, что Алиса опять немножко оробела. Но она взяла себя в руки, отрезала кусок и подала его черной королеве. «Какая наглость!» — сказал пудинг. «Интересно, что бы ты сказала, если бы я отрезал от тебя кусок? Мерзкое ты создание!» Он произнес эти слова густым и жирным голосом. Алиса в ответ не могла сказать ни слова. Она только смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Скажи ему что-нибудь!» — воскликнула черная королева. «Ведь это смешно!» — пудинг говорит, а ты молчишь! Я предлагаю приготовить маленький и молчаливый пудинг. Иначе мы с тобой тоже не поедим. Поедим. Самый молчаливый пудинг и один из традиционных английских пудингов — это хемпширский пудинг. Его там что-то объединяют с чеширским котом. Но если на эту тему рассуждать, то понадобится еще одна программа. Сегодня не об этом. Но, тем не менее, не упомянуть о чеширском коте мы, конечно, не смогли. Так что нам и карты в руки. Да, карты в руки и стопка рецептов. Потому что рецептов очень много английского пудинга. В основном готовят пудинг на водяной бане или на пару. Но вот в нашем варианте, который мы выбрали, — это приготовление в духовом шкафу. Что на самом деле очень облегчает задачу. Да, в духовочке-то мы любим, конечно, готовить. А ты знаешь, что в первоначальном варианте книги Кэрролла чеширский кот вообще не упоминался. Но только в другом варианте появился там в 1865 году, по-моему. Он, между прочим, очень кстати появился. Потому что это мой любимый персонаж. Остроумный, циничный. Вот как сегодня сказали бы, адекватный. И помнишь, как классно его сыграла Вупи Голберг в одной из экранизаций? А, там чудесно так она улыбалась. Такая прелесть. У нее такие красивые белые губы. У нее очень прекрасная улыбка. Да. А вот, кстати, еще одно интересное совпадение. Наш коллега Алексей Воскобойников рассказал мне, что Александр Ширвинд, который приезжал в этом году к нам на Амурскую осень, должен был председателем театрального жюри, когда-то, давно, в 1981 году озвучивал Чеширского кота в советском мультике. А через много-много лет, в 2010 году, озвучивал этого же персонажа в экранизации Тима Бертона. О, как здорово, представляешь? Это вообще все замечательно. Но я предлагаю все-таки вернуться к пудингу. Давай. Так, ну вот, наш суп варится. Горох уже закипел. Вот-вот мы сейчас кинем копчености. Ну и потом все остальное. А пока продолжаем заниматься пудингом. Да, мне кажется, что с супом у нас все замечательно. Он будет просто прекрасен. Как говорила Алиса, все чудесится и чудесится. Да, хочется еще сказать несколько цитат, потому что книжку просто вот разложили на цитаты. И, конечно же, хочется напомнить. Вот помнишь диалог с котом? А где мне найти кого-нибудь нормального? Спросила Алиса. Нигде, ответил кот. Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. Это про нас. А вот еще одна. План, что и говорить, был превосходный, простой и ясный. Лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. А вот это уже не про нас. Это не про нас. Потому что у нас по плану пудинг. И мы этот план приведем в исполнение. Итак, супчик на плите. Уже все в него заложили. Абсолютно варится на медленном огне. Пудинг в духовке. И теперь быстренько-быстренько готовим сэндвичи. Вот ты чувствуешь, как по-английски звучит сэндвич, сэндвич. Я чувствую. Я только понять не могу, почему тебя в кулинарной программе потянуло на фастфуд. Потому что это не просто фастфуд. Это шляпника фуд. Потому что шляпник пришел на заседание суда с чашкой чая в одной руке, бутербродом в другой. Причем в некоторых переводах даже с надкушенным бутербродом. А что мог есть настоящий английский шляпник? Только сэндвич. Белый кролик выступил вперед. Трижды протрубил в свою трубу, развернул пергаментный свиток и торжественно начал читать. Энни-енни-рес, квинтер-финтер-жес, Энни-енни-раба, квинтер-финтер-жаба, Все пришли к червонной даме выпить чаю с пирожками. Пирожков у дамы нет, Пирожки стащил валет. «Удаляйтесь на совещание», — приказал король присяжным. «Что вы! Рано, рано!» — поспешно вмешался кролик. «У нас еще целая куча работы!» «Ну что ж, куча так куча!» — уныло сказал король. «Вызвать первого свидетеля!» Белый кролик вновь трижды протрубил в трубу и провозгласил. «Вызывается первый свидетель!» Первый свидетель оказался шляпой. Он явился с чашкой чаю в одной руке и бутербродом в другой. «Прошу прощения, Ваше Величество, что я все это прихватил с собой!» — сказал он. «Но когда за мной пришли, я еще не кончил пить чай с...» Итак, сэндвич. Говорят, что его изобрел в 1762 году Джон Монтегю, четвертый граф сэндвичский. Во время карточной игры граф захотел перекусить. И он попросил своего слугу, чтобы тот принес ему еду между двумя кусочками хлеба. Его друзьям так понравился этот способ перекусывать, что они тоже заказали себе хлеб по-сэндвичски. Вот так вот фастфуд и появился, собственно. По другой версии, на самом деле, граф сэндвич был страстным охотником. И он очень много времени проводил верхом. И ужасно не любил, когда его отвлекали или прерываться на что-то. Поэтому его слуга придумал такой вариант перекусить, подкрепиться, чтобы граф мог не отрываться от своего любимого дела. Ну а в третьей версии граф сэндвич просто очень много работал в своем кабинете, будучи министром, с бумагами. Ну и тоже, естественно, проголодавшись, попросил принести ему еду между двумя кусочками хлеба, чтобы не испачкать руки. И, вернее, чтобы руки у него не были жирными в то время, когда он работает с бумагами. Вот такая замечательная версия. В общем, мне кажется, что вариантов может быть сколько угодно. И какой бы мы историю ни выбрали, она в любом случае будет очень интересной. А нам все-таки нужно уже выбирать начинку для сэндвичей. Так, я предлагаю оригинальные сэндвичи. Хотя, собственно, в их приготовлении ничего оригинального нет, но начинка оригинальная. Но это будет же не просто хлеб там с сыром или с колбасой. У нас будет сэндвич с форелью. Кусочек хлеба тонко намазывается маслом или сыром мягким, сдобренным немножко лимонным соком, прокладывается рыбка и накрывается другим кусочком хлеба. Еще можно сделать сэндвичи с крабовым мясом. Тогда мясо очень мелко измельчается крабовое, смешивается со сливочным маслом. Ну и тоже это как начинка. Ой, вкусно будет. Конечно, буржуйские какие-то у тебя сэндвичи. Вот у меня гораздо проще все. У меня бюджетный такой вариант. У меня будут сэндвичи с яично-салатной начинкой. То есть вареные и вкрутые яйца. Вот они кипят там у нас за спинами. Мы вилочкой растолчем, потом измельчим салатик, листья и добавим, конечно же, майонез от нашего партнера, от другой марки Янта. Очень вкусный майонез. И я думаю, сэндвичи получатся просто замечательно. Мы везде будем класть листик салата для красоты. Конечно. Давай уже начнем. Давай. Как же все замечательно. Вот у нас сэндвичем мы уже выставили. Гороховый суп. Несправедливо многими забытое блюдо. Оно просто своим ароматом взбивает смысле. Нет, супчик действительно изумительный. Вот уж поверьте нам. Вот нальем и увидите. А еще у нас пудинг. Чудесный, замечательный пудинг, в котором мы попытались изобразить улыбку чеширского кота. Ну, изобразить-то мы изобразили, что получилось. Мы попытались. Это уже вам решать. Ну, такой же парадоксальный получился наш код, как и чеширский. Ну, а что хочу вам сказать. Вот все время, пока мы тут готовили, я вспоминала экранизацию Тимы Бертона. Вот все-таки хорошее кино получилось. Не буду с тобой спорить. Действительно достойная экранизация. И к тому же Тим Бертон, один из моих любимых режиссеров. Но все-таки Алису-то снимали десятки раз. Да, снимали десятки раз. И были замечательные экранизации, были замечательные мультфильмы. Я очень люблю еще и советский мультфильм. Там вообще чудесные актеры озвучивали. Там Катьяна Васильева, там Лея Хиджакова. И вот уже, как мы говорили, Александр Ширвинд. Но, тем не менее, видимо, последнее запоминается больше. Или потому что вот он Тим Бертон такой чудесный. Мы уже, кстати, несколько фильмов его волшебный обсуждали в наших программах. Или потому что там в этой экранизации все книжки сразу. И Алиса Зазеркаль, и Алиса Стране Чудес. В общем, что долго говорить, предлагаю посмотреть все-таки отрывок из этой экранизации. Вижу, кто-то из встречных был непримедлив и когтист. Я что, все еще сплю? Кто же это так полоснул? Банду Баранды... Брандашмык. Так, дай поближе взглянуть. Что ты хочешь? Рано нужно обеззаразить методами чеширской медицины. Иначе инфекции гнойный абсцесс. Нет, лучше не стоит. Я проснусь совершенно здоровой. Позволь, хоть повязку наложу. Ну, а зовут тебя как? Алиса. Наша Алиса. Единого мнения пока нет. Ах, я всегда сторонюсь политики. Ступай-ка ты дальше. Ну, куда? Чем командовать, лучше проснуться помог бы. Ладно. Представлю тебе шляпника и зайца. И до свиданец. Ну, все, еда на столе, книжку мы почитали, пора приступать к трапезе. Еще не совсем. Мы ведь еще даже не сказали, собственно, кто написал замечательную книжку, по которой мы сегодня готовили. Даша, мне кажется, это все знают. А вот и не все. Все думают, что это Льюис Кэррол. А на самом деле писателя звали Чарльз Людвич Доджсон. Вот так. Я выговорила. Я бы сказала не то, чтобы неблагозвучная, а даже невыговариваемая фамилия в некоторых языках. Ну и что, мы-то с тобой этого не узнаем, выговариваемая она или невыговариваемая, бая моя, потому что все равно все называют этого замечательного писателя, философа, математика Льюис Кэррол по выбранному им же самим псевдониму. Прочитав в очередной раз Алису Льюиса Кэррола, мы решили приготовить английский ужин. На славу выдался традиционный английский гороховый суп с копченостями. Сначала мы поставили на огонь горох, через полчаса отправили в кастрюлю нарезанные копченые ребрышки и спассированный лук с морковкой. Готовый суп заправили сухариками. На десерт в нашем меню пудинг для Алисы. Дно формы мы щедро смазали абрикосовым джемом, затем выложили нарезанные тонкими ломтиками кислые яблоки и залили пудинговым тестом. Через 15 минут наш пудинг был готов. Ну и какой английский стол может быть без сэндвичей, подумали мы и, конечно же, приготовили эти английские бутерброды. Для начинки выбрали форель, крабовое мясо и яйца с зеленью. Группа предприятий Янта по праву занимает лидирующие позиции на рынке товаропроизводителей, представляя широкий ассортимент продуктов питания. Богатый опыт, внимательный отбор высококачественного сырья, натуральные ингредиенты, оригинальность кулинарных рецептур, высокие стандарты производства. Не удивительно, что продукция торговой марки Янта обладает неповторимым, запоминающимся вкусом и так любима амурчанами. Уже по традиции и в этом году Янта стала участником ежегодной выставки ярмарки Амур-Экспофорум. В этом году мы представляем соевое масло торговой марки Янта. Хотелось бы отметить, что наше масло производится из соевых бобов, собранных на полях при Амуре. Также хотим представить горчицу сибирскую, ароматную и русскую. Но самое главное для нас это непревзойденный вкус и качество нашей продукции, которую оценили покупатели. Мы этим очень дорожим и гордимся. И в этом году в копилке Янты заслуженные награды. Масло соевое, аджика, горчица сибирская, ароматная и русская получили золотые медали Амурской ярмарки Янта. Продукты для всей семьи. Ну все, пора, мне кажется, все стынет уже. Да, действительно пора. Мне кажется, что мы сегодня с тобой больше болтаем, чем готовим. А готовили-то, собственно, полтора часа, это учитывая нашу болтовню. Ну потому что блюда сегодня были не такие уж сложные, но очень интересные, точно такие же интересные, как и книжка, по которой мы сегодня готовили. Алиса в стране, чудес Алиса в Зазеркалье. Помогал нам готовить наш партнер, торговая марка Янта. Продукция кетчупа, майонеза, хрен, аджика, горчица. Все, что вы абсолютно будете применять на своей кухне, все придаст вашим блюдам незабываемый вкус. Готовься с торговой маркой Янта. Ну я вот уже предлагаю приглашать к столу нашего штатного дегустатора. Андрей, просим. Ну, а нашим зрителям пожелаем вкусного чтива! В моей семье любят вкусно поесть. Дома я все готовлю сама. Муж любит мои фирменные пельмени с майонезом. Дети салаты с майонезом. Ну а я люблю мясо по-французски. И для своих блюд я всегда выбираю любимый майонез Янта. Янта. Есть вкусно!